Пару слов про ситуацию с тем же самым путинским комментарием на этом же мероприятии, где он сказал про биоохотников за биопродуктами, за биоматериалом граждан России. Там же он прокомментировал ситуацию с нападением на журналиста Эхо Москвы Татьяна Фельгенгар. У нас есть 23 секунды. Дайте посмотрим. Вы упомянули Эхо Москвы. Но это-то здесь при чем? Ну больной человек пришел. При чем здесь свобода слова? Владимир Иванович, а вы... Да, можно я закончу? Приехал из Израиля, так? Напал на эту журналистку. Эхо Москвы работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы Европа была такая радиостанция? Или в Штатах? Невозможно. Человек врет в каждом слове. Во-первых, когда ему хочется сказать, что «Газпром» значит это частная компания, «Газпром» становится частной компанией. Здесь, понимаете, «Газпром» и «Газпром-медиа», собственно говоря, Эхо Москвы-то уже и не принадлежит «Газпрому». Это уже государство. Ну и самая, конечно, такая вот наглая, отвратительная ложь – это про то, что, значит, ну, что там, ну, приехал какой человек из Израиля. Вообще никак не связано. Вообще не существует никакой малейшей взаимосвязи между вот этими истериками, которые закатывают Соловьев и все остальные относительно независимых журналистов, относительно Эхо Москвы, относительно конкретно Фильгенгауэр, которые там врагом народа в буквальном смысле объявляли и говорили, ну, когда уже кто-то заткнет им рты? И когда какой-то псих прибежал и начал ножиком резать горло, сказали, ну, а что, ну, псих прибежал. Это вообще никак не связано. Лгут в каждом слове. Поэтому невозможно терпеть эту власть настолько лицемерную, настолько омерзительную, потому что их ложь превращается в нашу бедность и в проблемы для нашей безопасности. И это ухудшается с каждым днем. То есть вот если мы этих людей от власти не отстраним, если мы этих людей как-то не подвинем, не заставим считаться с нами, с каждым днем все будет хуже и хуже, как говорят в передаче, которую здесь ведет Сергей Смирнов. Смирнов будет хуже, но мы будем бороться за то, чтобы стало лучше, и я уверен в успехе нашего мероприятия. Алексей, мне 20 лет учусь в Европе, отказался от гражданства РФ. Смогу ли я вернуть его после того, как вы выиграете выборы? Ну, я очень надеюсь. Это одна из задач, для чего я иду на выборы, чтобы все люди, которые уехали из России, а их огромное количество, трудоспособные люди уезжают отсюда, работают за границей, мы хотели бы, чтобы они вернулись. Это, между прочим, самый простой способ увеличить рост экономики. Вот просто эти несколько сот тысяч человек вернутся в Россию, будут здесь работать, и наша экономика сразу просто прыжок вверх совершит. И поэтому, ну, несмотря на то, что вы отказались от гражданства, Антон Павлов пишет, ну, представите документы, вам вернут российское гражданство, если оно у вас было. Что у нас происходит? Я хотел немного рассказать о том, что происходит у нас. У нас происходит настоящая избирательная кампания, и она проходит очень классно, очень воодушевляюще, но местами довольно тяжело, потому что вот новости сегодняшнего дня, новости сегодняшнего вечера о том, что в нашем тамбовском штабе просто пересажали всех в отместку на наш весьма успешный митинг, который мы провели в Тамбове. Это был экспериментальный митинг, мы проводили на частной территории, это, в общем, даже и не митинг был, а встреча, на которую мы раздавали билетики, власть с этим сделать ничего не могла, ну, частная территория, вход по билетам, и поэтому вот просто сейчас они совершенно по беспределу просто посадили уже 4 или 5 человек, получили, причем сроки там есть 20 суток, 25 суток, ну, вот, то есть так вот нарочито, с отяжечкой, но, вы знаете, вообще вот это мероприятие в Тамбове, ну, люди, с которыми я столкнулся, вновь вот произвело на меня впечатление, потому что, с одной стороны, там чудовищный прессинг, и в Тамбовской области просто беспредел, там бандиты управляют областью, и вот власть, губернатор, зам, это просто самые настоящие бандиты. Тем не менее, люди не боятся, сопротивляются, но есть предприниматели, которые дали нам и землю эту частную, и отлично штаб работает. И вот вчера вечером, когда я узнал о каких-то очередных посадках, я позвонил человеку, у которого жене дали 5 суток, и говорю, ну, вот, там, держитесь, все такое, и говорю, ну, извините, что так получилось. И он мне сказал такую вещь, я даже подумал, когда-нибудь напишу книгу, я обязательно включу эту цитату, он мне таким строгим голосом сказал, «Алексей, ваши извинения здесь не нужны и даже неуместны. Мы взрослые люди, мы делаем это для себя, мы понимаем, куда идем, мы делаем это для своей нормальной жизни». Вот гвозди делать из этих людей реально очень крутые. Поэтому вот именно состояние этого прессинга, которое происходит, оно тяжелое, конечно, но это действительно самые воодушевляющие моменты, потому что ты видишь, какие крутые люди, бесстрашные, смелые, несгибаемые, вокруг тебя собираются.